Всем привет, друзья! Вы на канале Проект Резидент, с вами его автор Александр Бороденков, и это вторая часть о моем путешествии в Гаван. Если не смотрели первую, то настоятельно рекомендую, дабы усвоить материал в его закономерной последовательности. Ну а в это я продолжу знакомиться со столицей Кубы. В свете последних событий эта страна опять на слуху ввиду протестов, проходящих там в связи с ситуацией с коронавирусом. В Майами, городе, который неразрывно связан с этой страной, и где проживает огромное количество кубинцев, почти каждый день проходят митинги в поддержку протестующего населения этой страны. И если раньше на Кубе был популярный лозунг «Патрия Муэрте» — «Родина или смерть», то сейчас он сменился на «Патрии Вида» — «Родина и жизнь». Однако все это новейшая история Кубы. Мы же остановились на поворотном моменте истории этого государства в середине XX века, а именно кубинской революции. Вот с нее и продолжим. Не буду скрывать, после первой части от бывалок прилетело немало претензий, касаемо того, что инфа, которая делился, не очень актуальна. Согласен, походу исправлюсь. В частности, деньги, о которых я рассказывал в первой части, ушли из оборота, и куков на Кубе больше нет. Но поскольку снимал я материал до этих событий, буду к ним все равно обращаться. Для понимания, один кук равен одному доллару США. Итак, в этой части я уделю немало внимания гастрономическому вопросу. Продолжим выяснять, как кубинцы выживают на 25 баксов в месяц. Прокатимся в буквальном смысле под острый замечательством Гаваны, попробуем купить сигары, сходим в музей Рома. В общем, поехали. Как я уже сказал, в конце первой части мы остановились, на, пожалуй, самом главном событии в истории Кубы, во всяком случае, в 20 веке, благодаря которому Куба прославилась на весь мир. Это, конечно же, кубинская революция. И чтобы получше познакомиться с ее участником, ее ходом, воочию полюбоваться артефактами, стоит отправиться в музей, звание которого говорит само за себя. Первый экспонат, который вы там увидите, будет в уражке Фиделя, увеличенной раз в 100. Ну, равно как и масштабы его личностей для рядового кубинца. Само здание, в котором находится музей, представляет собой исторический архитектурный памятник. Раньше здесь размещался президентский дворец, построенный в 1920 году. И почти 30 лет до самой революции это здание служило официальной резиденцией всем кубинским правителям. Дизайном интерьера занималась знаменитая нью-йоркская компания Тиффани. После свержения режима батисты, дворец превратили в музей. И хотя он лишился большей части ковки и витражных светильников, в зеркальном холле до сих пор можно увидеть оригинальные зеркала и стеклянные люстры. Но, если честно, музей этот находится в таком плачевном состоянии, что понять, где там экспонат, а где строительный мусор, было крайне тяжело. Сказать, что там скучно, не сказать вообще ничего. Даже сами музейные смотрители, не скрывая восторга от представленных коллекций, залипали на ходу. Но вообще в 30 залах музея размещены почти 9 тысяч экспонатов, которые отражают не только революционный период, но и всю историю острова, начиная с 15 века. Про самый ход истории революции я рассказывать в деталях не буду, так как на это уйдет много времени. Но основные моменты все же стоит выделить. Итак, в начале 50-х годов Батиста снова встает у руля Кубе, совершив военный переворот. Растет недоверие к правительству, в том числе внутри партии, и в конце концов происходит раскол. В это время экстравагантный молодой человек, выпускник Юрфака, по имени Фидель Кастро, который стал ярым критиком диктатуры Батисты, сотоварищи решают начать процесс его свержения, штурмом захватив казарму Манкада. После провала штурма многие нападавшиеся скрылись. Брать Фиделя Рауль был арестован 29 июля, а сам Фидель скрывался, но недолго. В итоге его приговорили к длительному тюремному сроку, а на одном из заседаний суда Фидель произнес знаменитую речь «История меня оправдает». Несмотря на изначальный тюремный срок в 15 лет, в 1955 году Кастро был освобожден по всеобщей амнистии, отсидев за организацию вооруженного мятежа около 22 месяцев. Вскоре после выхода из тюрьмы он уезжает в Мексику. В том же 1955 году в Мехико Фидель и Рауль знакомятся с Эонесто Че Гевара, и они начинают подготовку к новому вооруженному перевороту на Кубе. После серии обвал на конспиративные квартиры было принято решение выдвигаться, и как можно быстрее. В 2 часа ночи, 25 ноября 1956 года, отряд совершил посадку на Гренму. 82 человека с оружием и снаряжением погрузились на переполненную яхту, которая рассчитана была на 8-12 человек. На море в это время был шторм и шел дождь, и Гренма с погашенными огнями легла курсом на Кубу. Сама лодка тоже стоит во дворе музея. Глядя на нее, я никак не мог понять, как на ней смогло поместиться 82 человека. На протяжении нескольких дней я был озадачен поиском достойного Балладара, чтобы отведать самую известную кубинскую стрепню – Ропу Вьеху. Задачить меня в эти Балладары пытался и Рафа, и таксисты, и просто прохожие. Но это понятно, учитывая, что за каждого туриста они получают комиссионный – это неплохой заработок. Копилку, так сказать, к способам выживания на Кубе, о которых я начал рассказывать в первой части. Учитывая, что средняя зарплата на Кубе – 25 долларов в месяц. Но на этот раз я зашел просто в кафешку напротив центрального парка «Позавтракать». «Позавтракать» я решил в обычном кафе. Он располагается прямо напротив вот этого центрального парка, буквально за углом Капитолия. Ценники здесь очень-очень доступные. Открывается очень красиво, видно площадь, но улица очень хорошая погода сегодня. В принципе, этим словом можно описать и сервис в этом кафе, и качество еды, да и вообще продовольственную ситуацию. Радовала только цена. Еще один такой момент, который мало кто знает. Дело в том, что кубинские сигары в США ввиду эмбарго запрещены, поэтому местные сигары делают из доминиканского табака. И вот будучи на Кубе, я прямо озадачился купить местные сигары, и пришлось мне аж вступить в торги с местным продавцом. Купить сигары на Кубе – не самая большая проблема. Продают их чуть ли не на каждом углу. Вопрос был лишь в цене. Как вы сами понимаете, навариться на туристе – это кубинцев хлебом не корми. Поэтому задача была торговаться до последнего. Зная, что цены, которые они предлагают изначально, могут в десятки раз превышать реальность. Когда я садился в бисе такси «Раф» и подошел один чел, завязался разговор. Слово за слово я сказал, что ищу сигары – настоящие недорого. Он пообещал принести. Договорились встретиться рядом с рынком Сан-Хосе. Пока я сидел, его ждал, какой-то местный мужичок также пытался мне продать какой-то хлам. И подошли на ботинки, и книгу бестселлер «100 часов с Фиделем», написанную, кстати, самим Фиделем. Можно подумать, что людям 57 лет с ним не хватило. Но не суть. Потребовалось время объяснить, что мне интересны только сигары, а не его барахло. Наконец, поспел мой знакомый с двумя сигарами – Каиба. Что это? Каиба. Каиба – это лучший. Каиба – это лучший? Да, это лучший футбол. Аааа. Если купить Каиба, то это стоит 15, 12. 15, только 1 сигаре? Да, 1 сигаре. Добавляю с большим каиба, 15. Я не могла использовать, я не могла это сделать. Даме 1, 9. 8. Каиба – это лучший каиба. Я не могу. Я не могу. Тем временем отряд во главе с братьями Кастро, Чи Гевара, Сиэн-Фуэгас и прочих будущих героев Кубинской революции прибыл на Кубу в Лас-Колорадос, провинции Ориенто, но тут же попал под обстрел. Из всего отряда половины были убиты и часть попали в плен. Выжившие разделились на два отряда и наглухо засели в горах Сьерра-Маэстро. И с тех пор, по сути, началась их затяжная партизанская война. Постепенно ситуация в рядах постанцев улучшалась, к ним стали присоединяться как местное население, так и другие недовольные режимом Батиста организации. В 1957 году в движении 26 июля революционный директорат 13 мая и Народно-социалистическая партия распространили боевые действия на всей территории Кубы. Были образованы фронты в горах Эскамбай, Сьерра-дель-Кристаль и в районе Баракова. Летом того же года Фидель Кастро озвучил манифест об основах аграрной реформы, после чего поддержка постанцев со стороны крестьян существенно усилилась. Определенную пользу постанцам принесло и то обстоятельство, что правительство Батисты в этот период времени находилось в натянутых отношениях США, основным экономическим партнером и военным поставщиком Кубы того времени. В январе 1958 года постанцы начали издание веб-польной газеты «El Cubano Libre» в свободной кубинице. Зная, что у кубинцев было самое высокое соотношение радиоприемников на душу населения среди всех стран Латинской Америки, Чагевар принимает решение о запуске радиостанции «Радио Рибельда». Летом 1958 года армия Батисты предприняла крупное наступление против революционных сил, после чего события стали стремительно развиваться. Вооруженным силам Кастера присоединились отряды студенческих федераций, открывшие так называемый второй фронт в горах Сьерра-де-Лес-Камбай, центральной части острова. На западе, в Пенальде-Рио, действовал уже третий фронт, находившийся под контролем революционного движения 26 июля. Уже к концу 1958 года становится понятно, что режиму Батисты остались считанные дни. 1 января 1959 года постанческая армия вошла в Гавану. Население столицы ликовало по поводу свержения диктатуры. В тот же день политические противники Батисты собрались на совещании, где было сформировано новое правительство. Сам Батиста в тот же день с семьей и ближайшими соратниками бежал с Кубы, вылетев самолетом в Доминиканскую республику, где его принял другой диктатор Трухилио. Через несколько часов в Кубу покинул брат Батисты Франциско, губернатор Гавана и мафиози Майерландский, который контролировал горный бизнес и был личным другом диктатора. Больше Фульхенсио Батиста на Кубу не возвращался. Умер он 6 августа 1972 года в Испании. Фидель Кастро прибыл в Гавану только 8 января и тут же был назначен новым правительством в качестве военного министра. Но эта роль его не совсем устраивала. 15 февраля премьер-министр страны Миро Кордона уходит в отставку, новым главой правительства становится Фидель Кастро. В июне он отменяет запланированные ранее свободные выборы, приостанавливает действия Конституции 1940 года и начинает руководить страной исключительно при помощи декретов. Так началась эра правления Фиделя Кастро. Ну, как я говорила раньше, у меня учители были очень старые, очень, очень добрые. Они нам говорили, что Фидель, человека надо любить, и они объясняли почему. Ну, и мы так... А почему? Ну, потому что они сделали вот это и вот это. Ну, просто объясняли. Ну, и мы как это чувствовали. Вот. Не как теперь. Надо Фиделя любить. А почему? Ну, потому что надо, и всё. Вот. Да, и, ну, например, я не чувствовала, что меня напрягали. Надо любить, любить, любить. Меня объяснили, почему надо любить. Вот. Понял. И я его любила, я его обожала, потому что он очень харизматичный человек. Ты его мог... Ты мог его слушать просто по 6 часов, он говорил раз в неделю. Он не смотрел на бумаги, он... Не знаю, было очень приятно на него смотреть. Суббанная революция на Александр. Да. Наслил все для чужих людей. В 1959, Куба была один из самых плохих в мире. У нас, когда были все бордеры и биджи, и все, но только в Ла-Автан. Он был очень плохой. Один из самых плохих в мире. Но когда Фидель пришел, он ли дали семью для каждого. Убили спасибо. Сделать для всех, где жить, где жить. Парусь на землю. Они получают все. Это не так далеко. Это не как World War II. Это как 60 лет назад. Я родился с этой революцией. Когда я открыл моих глаз, Раул и Фидель. Я живу за их, и я живу за их. Потому что благодаря их, я была мадрена. В Кубе все хорошо. Если помните Рафу из первой части, водителя велорикши, который на Кубе называют BC Taxi, я спросил его, чем знаменитые кубинцы. Ну а в конце нашей поездки Рафа высадил меня в музее Рома. Кубинский Ром действительно является национальной гордостью. Он давно стал частью местной культуры. Сейчас на Кубе изготавливается более 40 марок Рома, которые пользуются огромной популярностью во всем мире. Канеи, Гавана Клуб, Сантьяго де Куба, Барадеро. Мало кто из гурманов не слышал об этих брендах, прославивших Кубу на весь мир. Ром Гавана Клуб, который сегодня является самым популярным кубинским Ромом, производится более 100 лет. Создателем первой винокурни, Гавана Клуб, был известный промышленник Хатсе Арчибала. Его бизнес был вполне успешен, но после революции семья Арчибала была вынуждена переехать в Испанию. Фидель Кастро национализировал все предприятия, в том числе и алкогольные заводы, и для производителей крепких напитков начались тяжелые времена. Семейство Арчибала лишилось права выпускать продукцию под маркой Гавана Клуб для внутренней продажи. Зато под этим брендом за границу стал поставляться весь кубинский ром с национализированных винокурин. Именно в это время марка получила мировую популярность. А позже изготовление рома по рецепту Арчибала запустила известная фирма Бакарди. Бакарди – это порториканская компания, которая выкупила права Гавана Клуб. То есть за пределами Клуба можно пить ром этой марки, и будет он выглядеть точь в точь как кубинский, но произведенный в Порто-Рику. Митон. – Что происходит в том, что ד disappears в черный и пиле, а кто не видит. – Ну на, коровы будет одинаково. – Наталья –, ах, да. У нас больше д UNНО. у нас больше дурки. – У нас больше дурки более дурки. У нас более дурки более дурка. Другой напиток, только не алкогольный, которым славится Куба, это гуарапо, по сути это сок сахарного тростника. Да, это растение является основным иридиентом для производства рома, но попробовать я хотел именно свежевыжатый сок из тростника. Лавка, где продавали это чудо-напиток, находилась за пределами Старой Гаваны. Сахарный тростник это по сути то, что озолотило Кубу. После войны за независимость Гаити утратила лидерство по выращиванию сахарного тростника на тот момент очень дорогого сырья и Куба, воспользовавшись этим, вышла на лидирующие позиции в мире. Готовят этот напиток с помощью мельниц прессов, через которые пропускают стебли сахарного тростника, получая в итоге густой и очень сладкий сок. Стакан с таким соком до краев наполняют льдом и часто добавляют льмо, чтобы сделать напиток не настолько притокным. Высокое содержание сахара, протеинов и калорий делает Гуараппу природным энергетикам. Эта радость обошлась мне в один кук и только потому, что распознали во мне иностранцы. Для местных он стоит раз в двадцать дешевле. Итак, совершив госпереворот от прямых выборов, несмотря на изначальные обещания, Кастер отказался и лично назначил на все высшие государственные посты своих соратников, ну а себя сделал председателем партии. Как это часто бывает, между некогда созлуживцами, однополчанами, единомышленниками в борьбе за власть и своеведение развития страны начали возникать конфликты. Странным образом, при невыясненных обстоятельствах, пропал самолет с Камилой Сиен-Фуэгасом на борту, и о его судьбе до сих пор ничего не известно. Сиен-Фуэгас – это еще одна ключевая фигура кубинской революции. Именно его фраза «Все так, Фидель» во время выступления Кастро с трибуны увековечена на площади революции, куда отправился в заключительный день своего пребывания. Официальная версия гибели Сиен-Фуэгаса – это авиакатастрофа ввиду неблагоприятных погодных условий, однако противники режима Кастро, живущие в США, больше склоняются к версии, что его сбил кубинский истребитель по приказу Кастро, так как именно к Сиен-Фуэгасу простой народ испытывал больше симпатий, чем к Фидель. Так же говорит в эту пользу и прямой конфликт Рауля Кастро с Эмилио Сиен-Фуэгасом. Некогда один из ведущих революционных фигур, Убер Матус, был приговорен к 20 годам за контрреволюционную деятельность, так как был противником коммунистического вектора развития страны. Отсидев все 20 лет в кубинской тюрьме, он покинул Кубу и впоследствии оказался в Майами. Разброс цен, конечно, дикий. Стоит отойти от старой Гаваны буквально на 2-3 улицы. И появляется куча местечек, где можно купить мороженое или какую-то другую еду за вообще копейку. Такое мороженое и уронить не жалко. Че Гавара. Ну, когда я училась, там самые важные лидеры у нас, Че Гавара, он уже мертв был, но у нас Фидель. Но всегда Фидель и Че это были самые высокие кумиры. Но сейчас как-то все поменялось. Ну, когда интернет открыли потихонечку и люди начали побольше узнавать, что и как случилось. Ну, и сейчас как-то они очень хорошо к нему относятся. Но раньше, да, они очень хорошо относились к нему. Теперь самые старые, ну, как мой папа, например. Ну, кто ему это просто все разбегнет в голове? Вот. Но так молодые уже они как-то так не думают. Естественно, не все были сторонниками Кастера и разделяли его революционные идеи. Поэтому всем недовольным Кастер просто предложил покинуть Остров Свободы. Именно это и привело к событиям, в память о котором установлен обелиск Маленькой Гавани. После того, как США окончательно убедились, что с Кастера по-хорошему договориться не получится, они начали разрабатывать план вторжения с целью свергнуть революционное правительство. При поддержке ЦРУ и лично его главы, Аллена Далласа, целью операции под кодовым названием «Плутон» была высадка десанта бригады 2506, состояла он практически полностью из неопытных добровольцев, беженцев из Кубы. Около полуночи 17 апреля началось десантирование бригады 2506 в районе бухты Качинос. Однако практически сразу же наступление десантников было остановлено превосходящими силами правительства Кастера, которая использовала против них танки и гаубичную артиллерию и авиацию. 19 апреля 1961 года в 17.30 боевые действия были окончены. Бригада 2506 прекратила сопротивление. На заседании ООН правительство 40 стран осудили агрессию США против Кубы. Правительство Советского Союза направило США ноту протеста с призывом принять меры по прекращению агрессии против этой страны. Отношение советского руководства к новому кубинскому правительству оставалось неопределенным до тех пор, пока США не пытались силой свернуть к Кастро в ходе неудавшейся операции. В мае 1961 года Фидель открыто провозгласил, что Куба пойдет по социалистическому пути развития. Это резко изменило отношение Кремля к Кубе. На Остров Свободы тут же отправились советские инженеры, военные специалисты и оружие, чтобы предотвратить повторение американской интервенции. С тех пор начинается крепкая дружба советского и кубинского народа. Курицы восстанклер Нат s' Partень Существует motto Основание С П 서� 되는데 Зороносе Центр list Острова Вет, на канале Поск dep Cobин Федố да кубинцы они любят да они просто их обожают американцам к американцам не как-то может быть я не скажу что они любят но но если тебе скажут тут русский тут американец они пойдут к русски да хотя он у американца будет не знаю тысячи долларов или русская только 100 он пойдет ну не знаю может быть русские более открытые я так вижу друзья я надеюсь вы обратили внимание что я снимучаю рекламными вставками и часто даже заключая рекламу ютюба как вы понимаете с канала ничего не зарабатываю делаете выпуски только чтобы поделиться с вами своими впечатлениями показать стороны мира которые посещают максимально объективно креативно и познавательно на это уходит немало времени поэтому меня к вам большая просьба особенно постоянным зрителям поделитесь видео на своей странице социальной сети многие в комментариях спрашивают почему так мало просмотров набирать некоторые видео дело в том что именно на активность зрителей реагирует youtube и часто комментарии или лайка недостаточно поскольку ими манипулируют их накручивать некоторые авторы что заставляет обращать youtube внимание на более органичную активность спасибо за понимание ну а те кто на канале впервые предлагаю вам посмотреть другие мои видео разных странах мира особенно последний выпуск но мы продолжим уже ближе к вечеру и вы начинают подходить всякие таксисты работники музея все кому не лень и тащит паладар паладар это на кубе как я уже сказал это ропа въеха переводе с испанского означает старая одежда ропа въеха очень хорошо несмотря на устрашающее название это вполне приличное мясное блюдо с гарниром из овощей основу ропа въеха составляет говядина тушеная в томатном соусе в качестве гарнира используется или отваренный желтый рис с чесноком или черные бобы лук и даже бананы которые называются plantain цены тут сравни европейским или даже американским примеру за тарелки ропа въеха я в кафе отдал 15 долларов то есть почти половину среднемесячной зарплаты среднего кубинца я конечно понимаю что крупно раскошелиться можно в любой стране мира но как правило это будет топовый ресторан со звездами мышалин здесь же было просто забегалов к уровне придорожного кафе конечно не все деньги идут в кассу процент не знаю какой но надо отстегнуть рефералу человеку который привел клиентов поэтому все кому не лени особенно те кто задействованы в сфере туризма бегают по городу в поисках туристов что-то не подсказывает что критерием в какой ресторан они поведут этих туристов является некачество служения или насколько вкусный да кто им больше заплатит кстати про того парня с рыбой до паладара мы зашли к нему в бар но он мне там запретил снимать опасаясь что я мог быть то ли шпионом то ли еще кем-то и на все мои провокационные вопросы отвечал или очень осторожно или вообще не отвечал вообще кубинцы многие осторожничают и без нужды если конечно не совсем отчаянны и не критикуют власть да и я если честно не очень хотел их выводить на эти разговоры кубу до недавнего времени лучше было критиковать за ее пределами но неизвестно чем закончится протесты которые происходят на губе сейчас но если ты дома просто разговариваешь ничего но но если просто ты на улице ходишь кричишь на это так это не так ну да милиция заберет да заберет в принципе в быту а есть такие как доносчики например на соседа сказали вот он плохо говорил про кастро ну да соседи да там в каждой но у нас называется cdr cdr не знаю это комитет дефенса революцион и там есть самый главный который раз в неделю всех собирают ночью и там говори что надо дело что вы ну не знаю может быть там надо забрать 5 весов ну каждый сосед но должен дать 5 весу что вы не знаю что вы поремонтировать что такие мелочи но если ты что-то говоришь не так он сразу пойдет в милиции не знаю куда и он скажет вот были случаи ты знаешь кого-нибудь на самом деле нет про советско кубинские отношения карибский кризис я думаю рассказывать особо смысла нету инфа уже и так заезженная и принципе всем известно суть сводилась к тому что советскому союзу нужен был фар пост коммунизм в западном полушарии а кастро нужно было просто удержаться во главе партии советский след на кубе повсюду если по показателям зарплат куба далеко внизу то есть две сферы которых они традиционно сильны это образование медицина но у меня вообще нет ни одного негативного комментария об образовании но мои времена учители они были старые люди очень добрые очень умные они вообще с любовью нам учили но просто по душе я поступила в самый хороший институт но при институт там в гаване называется владимир ильич ленин там надо было очень сложные эксамены задавать и не все не могли поступать там например там гавана раз там у нас 14 районов и ну там например у меня был очень большой район и там сказали с этого района владимир ильич ленин только могут поступать сто человек я была девяносто пятая тетяне из может быть из тысячи да и там все очень умные люди туда поступали и очень сложное там образование было не очень сильно там учились мы там три года жили только по выходные ехали домой и это будет самой лучшей Время на у меня. Конечно, будучи приверженцем коммунизма, Кастро объявил Кубу атеистической страной. Религия на Кубе отделена от государства, но, несмотря на многочисленные предрассудки, свобода и расповедание для кубинцев не миф, а реальность. Хотя большинство жителей Кубы – католики, здесь можно встретить и протестантов, и иудеев, и даже приверженцев весьма оригинального течения Сантерия. Создателями этой новой религии были африканские рабы, племени Йоруба, завезенные на Кубу испанцами. Европейские миссионеры пытались насильно обратить рабов в христианство, но не добились никакого успеха. В Сантерии выделяется свое жреческое сословие – Сантеро, так называемые отцы и матери богов. Вплоть до 1998 года государство с недоверием относилось к католической церкви, видя в нее угрозу стабильности режима. Но после визита на Кубу папы римского Иоанна Павла II правительство пересмотрело свой взгляд. Сегодня католическая церковь существует по всей стране. В последние годы на Кубе стали появляться церкви и общины других христианских течений. 19 октября 2008 года в Гаване был освящен первый на Кубе православный храм – собор казанской иконы Божьей Матери. Ночная жизнь в Гаване – не сказать, что кипит. Ее до коронавируса-то особо не было. Во всяком случае, в старой Гаване. Уже ближе полуночи улицы становятся совсем безлюдными. И что ты делаешь в ночи? В ночи – а байлар. А байлар? Байлар сальса. Домде? Э? Энла грута. Домде puedo encontrar la дискотека? Дискотека? Си, одра, entonces. Я не ходила по дискотекам, у меня не было денег. Есть? Да, есть, конечно. Но там, например, 5-10 долларов вход. Ну, откуда у меня… Долларов? Да, долларов. Я не могла маме просить, мама, дай мне 10 долларов, чтобы пойти в дискотеку. Это просто… Потому что моя мама получала 20 долларов в месяц. Как я могу пойти в дискотеку? Если я не работаю, ничего не делаю. Ну, я так ходила по бесплатным мероприятиям, там, всякие концерты. Гуляла, гуляла с друзьями. В кино ходили. Там недорого кино. Ну, а так, но… Но по дискотекам я не ходила. Это у вас было дорого? Да, для меня это было дорого. А как кубинцы, которые туда ходят, как-то не позволяют сидеть? Ну, потому что половина кубинцев, а родители тут живут. И они всегда отправляют деньги, не знаю. Они всегда как-то говорят, ой, у меня нет денег. А это у меня нет денег. У меня никто не посылает денег, а у тебя нет. Если 100 долларов, по месяц тебе отправляют. А кто отправляет? Ну, а родители, которые тут живут, не знаю, там… Очень много кубинцев, которые живут в Америке, отправляют деньги. Да, да, конечно. В 1980 году происходит, наверное, самая массовая эмиграция с Кубы. Подавление мировой общественности после того, как почти 10 тысяч кубинцев, пытавшиеся покинуть остров в поисках лучшей жизни, скрылись на территории куруанского посольства в Украине, Кастр решил дать возможность всем, кто желает покинуть Кубу, это сделать. С апреля по сентябрь 1980 года на кораблях, лодках, плотах, яхтах, баржах, траулерах, в общем, на всевозможных плавсредствах более 120 тысяч кубинцев прибыли в Майами, самый ближайший от острова город США. Это событие вошло в историю как Эксоду доль Мариэль, Мариэльский исход. На протяжении двух выпусков я пытался выяснить, как кубинцам все-таки удается выживать на столь скромную зарплату. Так вот, собственно, и ответ. Денежные переводы от родственников, которым удалось покинуть Кубы и осесть в своем большинстве в Майами. Это является чуть ли не самым известным способом выживания на Кубе. Как бы абсурдно это ни звучало. Но помимо родственников кубинцев, которые бежали от режима Каста в конце 50-х, Гедель Каста решил, что под шумок можно избавиться и от нежелательных социальных элементов, и загрузил на эти лодки заключенных, лицидивистов, пациентов психбольниц, тунеасов, в общем, всяких маргиналов и люмбинов, о чем не раз хвастывался, буквально заявляя, что смыл на Америку содержимое кубинских унитазов. Через год уровень преступности в Майами улетел в космос, и город стал самым криминальным в США. Способствовало этому всему еще и то, что колумбийцы в главе с Эскобаром начали наращивать поставки кокаина через Майами. И о том, что происходило в Майами в те времена, снято немало фильмов, ставших голливудской классикой, таких как «Лицо со шрамом», «Полица Майами отдела нравов» и другие. Однако на Кубик Рима иногенная обстановка одна из самых низких в мире. Что ты можешь сказать об этих опасностях? Нет, здесь опасностях нет. Здесь нет опасностях, потому что здесь работает хорошо, безопасность работает очень хорошо. Полица? Да, здесь нет. Здесь есть колоний, здесь нет никакой плохой улицы. Нет, здесь есть маленький, может быть, который делает трассу, с камерой, с теми, с теми, но всегда отрапаетесь к черту, и пощаетесь к подознанию и работаем в письме. Нет, здесь нет никаких проблем. Итак, здесь нет никакого места. Это квадратный из письма. Здесь подознание всем более спокойно. Люди, особенно люди, владельцы arquitectурная экзенциализация. В астраховать, в октябре, у меня есть один из самых дорогих в мире в письме, с теми, Здесь нет армам, особенно мы не имеем фронтера с никого. Не можете купить у нас? Нет, где? У нас полиция, которые у нас, закончили работать. И в Украине есть армам, но здесь нет. Они у нас их дают и их дают. Они не выходят без армам. И здесь нет магазин, здесь нет армам. Здесь нет армам. Здесь нет границ, нет границ, когда вы скауты в скауты, здесь нет где-то, понимаете, быть организованным кримом, потому что это очень контролированный по безопасности. Я знаю, что там, только в милиции, я никогда не слышала, что у моего папы есть оружие дома, может быть, мачете, но пистолеты, я никогда это не слышала. Только у милиции, по-моему, дома они не имеют права иметь этот пистолет дома. В последний день своего путешествия я решил прокатиться по Гаване на автобусе и поснимать Гавану за пределами старого города. В Гаване, как и во всех других мировых столицах, в той или иной мере привлекающих туристов, есть туристический автобусный маршрут, действующий по системе hop on hop off, то есть запрыгнул-спрыгнул. Маршрутов всего два в Гаване, Т1 и Т3. Они пересекаются на центральной площади города Парке Централь. Первый маршрут длится более двух часов, проезжает по основным до совершенства Гавана. Зарой идет в сторону пляжа Санта-Мария-дель-Мар. Автобусы удобны тем, что можно приобрести билет на любой подходящий рейс и выйти на нужные остановки, погулять, поделать фотки, заглянуть в музей или просто выпить кофе, наслаждаясь видами Гаваны, а потом сесть в следующий автобус, используя купленный ранее билет. Ну а в самом автобусе можно послушать аудиогида. Мой, правда, не работал. Если не выходить, то маршрут длится примерно полтора часа и заканчивается там же, где и начинался. Но до правной точки я решил не ехать, а вышел на площадь революции. Вы знаете, наверное закончить рассказ о Кубе будет правильно именно отсюда. Не знаю как у вас, но хоть у Би и Куб у меня ассоциируются именно с революцией. От стереотипов, к сожалению, не избавиться. Поэтому и большую часть своего рассказа я посвятил именно этому событию и ее результатам. На самой площади установлена стела Хосе Марти. Также на этой площади можно увидеть портреты Сиент-Фуэгаса и Че Гевара. Поднявшись на верхний этаж монумента Хосе Марти, можно посмотреть на Гавану сверху, с высоты 110 метров. Гавана, как я уже говорил, самый большой город на Карибах. Площадь эволюции в тот день была пуста, но именно с этой площади Кастр обращался со своими пламенными речами к народу. На этой же площади его провожали в последний путь в 2016 году. Да, Кастр был незаурядной личностью. Он пережил практически всех своих соратников, кроме родного брата Рауля. Пережил сотни покушений. Одни только ЦРУ, по словам личной охраны, пытались избавиться от Кастр 638 раз. Давать ему личную характеристику очень тяжело, так как это крайне противоречивая личность. Виноват ли он в той ситуации, в которой оказалась Куба? Безусловно. Было бы на Кубе лучше, если бы Батисту не свергли? Тяжело сказать. Социально-экономическое положение соседних стран этого региона, где коммунисты или ультра-левые партии никогда не приходили к власти, не намного лучше, а где-то намного хуже. Так или иначе, на Кубе ситуация с коронавирусом усугубила позиции партии и пошатнула ее авторитет. Проходят протесты также и в Майами. К чему они приведут, тяжело сказать. Время покажет. Как бы банально это не звучало, но да, история не имеет сослагательных наклонений. К ней просто нужно относиться с уважением, досконально изучать источники, учитывать противоположные точки зрения на одно и то же событие и делать уже свои выводы, исходя из своего мировоззрения, если оно, конечно, сформировалось. Друзья, я надеюсь, вам понравился мой рассказ про Кубу. Смотрите на моем канале также серии о других странах, делитесь видео, комментируйте и ставьте лайки. Это был проект Резидент, я его автор Александр Бороденков и до новых путешествий. Ах да, конкурс. Вот этот берет Че Гевара из музея революции, который кубинцы называют Бойна, получит тот, кто прокомментирует этот выпуск и напишет, что больше всего шокировало или приятно удивило из этих двух выпусков о Кубе. Ну а разыграю я его в сторис. Ах да, и дрон, который меня конфисковали на въезде, отдали. Правда, пришлось подождать часа два и я чуть ли не опоздал на рейс. На этом точно все. До новых встреч, друзья.